здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал лучшие 134 высказывания о русских значит я вам уже показал в нескольких своих роликах очень интересный сайт где очень много всяких интересных цитат хочу еще раз обратиться к этому материалу и хочу вам зачитать интересные значит высказывания 134 высказывания о русских вот значит поехали 134 высказывания русских остаюсь русским народом москве будем стоять насмерть иосиф висарионович сталин 16 10 41 один в поле воин коль по-русски скроен но вместе веселей пригоршню родной землицы зашитую в ладонку уносили на чужбину как благословение отца и матери на груди и где бы ни оказался велением истории русский человек сердце его как стрелка компакса неуклонно бывало устремлено в одном заветном направлении сторону россии и чистые рубахи надевали перед смертным подвигом идя на воинскую страду как на светлый праздник тем и была крепка тем и стояла столетия русская земля после победы произносят а то за русский народ сталин наверняка вспомнил начало войны когда в первые дни он пристально смотрел глаза народу и народ ему тогда выдал кредит доверия сполна несмотря на все допущенные ошибки и просчету а между братья и сестры друзья мои июля 41 за русский народ 1945 был октябрь 41 я остаюсь русским народом в москве будем стоять насмерть в словах сталина свидетельство необычайной честности благодарность к народу который его не предал в 2008 году в интернете появились интересные сведения израильских ученых которые заслуживают самого пристального внимания ученые из университета города хайфы пишут школьники знающие русский язык имеют больше шансов достичь успехов в образовании чем те которые владеют языком пушкина и достоевского чем те которые не владеют языком пушкина и достоевского обладание навыками чтения и письма на русском языке в дошкольный период дает ученикам значительные преимущества во владении знания утверждает профессор мила шварц как показали исследования школьники имеющие представления о грамматике русского языка показывают более высокие результаты в учебе по сравнению со сверстниками владеющими только ивритом или другими языками при этом одни лишь разговорные навыки такой формы не дают мила шварц объясняет эту загадку исключительной лингвистической сложностью русского языка израильские ученые пошли дальше в настоящее время многие из них склоняются к тому что в основе всех индоевропейских языков лежит язык русский доказательство этого рассмотрено в книге мирошниченко славянские боги олимпа 2009 год наса требует от астронавтов знания русского языка на сайте наса приведены примеры тех фразеологизмов и цитат который должен знать кандидат среди них последний рубеж обратный отчет до старта один маленький шаг для человека но гигантский скачок для всего человечества в общем говорить на русском значит дать себе форму фору в уме раскол а вот извечный основной механизм разлада русской истории достаточно привести слова королева что без бартини не было бы спутника бартини выдающийся ученый советский авиаконструктор идеи которого намного опередили свое время великий патриот россии итальянский аристократ влюбленный в русский народ и считавший себя русский пример загадочности в русской души зимой вернулся наконец-то мороз обрадовались даже те кто торговал на улице у русского и холодное достойно любви смирись покорствую русской силе неси меня к моей людмиле смиренно внемлет черномор домой он с витязем пустился летит и мигом очутился пушкина русской людмила даже столь очевидный факт как книги о генри вроде королей капусты где показана истинная пустота американской жизни воспринимался по-русски то есть как добродушная критика некоторых недостатков коих и у нас предостаточно оказалось что это не недостатки а исходная природа за формулировкой империи зла стоят сектанты лишенные чувства реальности и не представляющие природы обязательств русское сознание в известной форме не порождено никаким мифом и существует вне любого исторического контекста при необходимости русский дух восстает и решает задачи любого уровня сложности восстанавливая течение времени это и есть миссия русского духа русский человек всегда адекватен самому себе в любой момент времени русские люди всегда современники и какой-то разницу между русскими историческими персонажами начала и конца второго тысячелетия нет грязь обстановки убогой к ним словно не липнет они сильны своим внутренними устоями и любая из них если потребуется коня наскаку остановит в горящую избу войдет так писал поэт некрасов о русской женщине красиво врут в голливуде на русском языке у русского вызывает сожаление даже то что приходится оставлять обжитый уголок ада все дело в том что русские всегда были по-настоящему вне какой-либо религии но с богом мне стало известно что сюда идут русские они хотят нас замочить с беспечной улыбкой говорил перед телекамерой хаттаб своим уже обреченным в будущем бойца упразднила сила великая нравственная общественная сила в которой народ наш ощущал собственную силу которой он руководился в своих созидательных трудах предприятиях которые он утешался в течение многих лет рпц насмерть сталина я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа прежде всего русского народа я пью прежде всего за здоровье русского народа потому что он является наиболее выдающейся нации всех наций входящих в состав советского союза я поднимаю тост за здоровье русского народа потому что он заслужил это в войне общее признание как руководящей силы советского союза среди всех народов нашей страны тост сталина свою автобиографию стали начинал так я русский человек грузинской национальности русский это состояние духа кретины смеются над долготерпением русским а потом захлебывается собственной кровью еще более удивительный случай имел место в россии русский воевода евпатий львович калаврат спешил с двухтысячным отрядом на помощь рязани осажденный татарским ханом батыем не успел оглядев пепелище он принял решение вступить в бой со ста пятидесяти тысячным татарским войском когда батыю донесли о нападении он послал 10 тысяч воинов тумен закрыть вопрос русские устояли баты послал второй тумен русские опять устояли пораженный доблестью русских хан предположил им деньги и должности они ответили нет чего же вы хотите спросил баты мы хотим умереть ответила дружина калаврата ну и остальные интересные вот такие вот высказывания вы можете прочитать здесь вот есть интересные посмотрите вот мне понравилось вот тут про паперу на так что читайте на здоровье переходите по ссылке на этот интересный сайт подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания